Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такой замечательный снут. Вяжется он довольно-таки легко, быстро и просто. Использовала я в качестве узора резиночку английскую. Получается довольно-таки пышный и красивый снут, при том, что я вязала тоненькую ниточку, два сложения. То есть получается довольно-таки красиво в итоге и можно носить в принципе с любой одеждой. Вязала я его так, чтобы можно было носить восьмерочкой на шее, поэтому он у меня длиной в метр. Затем это полотно сшивается. И высоту, вот здесь вот ширина снуда моего 19-20 см. Благодаря тому, что это резиночка, то может он быть и шире. Но если в не растянутом виде вот так измерить, то где-то 19,5-20 см. Кому интересно, лайкайте и приступаем к вязанию вместе. Для вязания я буду использовать ниточку комбинированную. То есть у меня будет ниточка в два сложения, одна из которых тонкий меринос в 100 граммах, 800 метров. Как вы видите, ниточка такого нежно-бежевого цвета. И вторая ниточка у меня салаби от фирмы Ализе. Это нитка с пайетками. И вот такая вот люрексовая вставочка здесь в середине ниточки золотистого цвета. Понадобится нам где-то порядка 80 грамм люрексовой ниточки. И мериноса порядка где-то 300 метров, то есть третья часть мотка. Можете в принципе использовать любую пряжу на свое усмотрение. Очень главное подобрать правильно спицы. Я буду использовать под свою ниточку в два сложения номер 3,5. Вы возьмите пряжу свою и сзади на этикеточке, у меня к сожалению пряжа без этикеточки, но сзади обычно пишется рекомендованный размер спиц. Вот вы смотрите, к примеру рекомендовано 3,5, вы берете четверочку, то есть средняя. Если к примеру 4,6, то соответственно пятерочку. В общем смотрите какой рекомендованный и я обычно беру что-то среднее. Вот, теперь нам понадобятся ножнички и сантиметр для измерения. И нам также понадобится крючок для сшивания и прятать кончики. Для начала на спицы наберите 36 петелек. Если вам кажется, что этих петелек мало, не обращайте на это особого внимания, так как петли по ходу вязания увеличатся по ширине в два раза. То есть у нас шар будет вот такой приблизительно шириной. Умножьте вот это на два раза. И теперь вытаскиваем одну спицу и начинаем вязать первый ряд. В первом ряду я провяжу первую кромочную. Во всех последующих рядах я первую кромочную буду снимать непровязанную. Итак, провязываем первую петлю лицевой. Далее следующую петлю также вяжем лицевой. Запомните, что в вязании английской резинки у нас всегда вяжутся только лицевые петельки. Изнаночные петли у нас будут сниматься непровязанными. Перед тем, как снимать следующую третью петельку по ходу начала вязания, мы оставляем нить перед работой, то есть вот так вот перед рабочей спицей. И снимаем следующую петлю, не провязывая. При этом у нас получается на правой спице накид и петля, снятая непровязанную. Далее снова вяжем одна лицевая, следующую точно так же. Снимаем непровязанной, при этом ниточка перед работой. Вот таким вот образом. И у нас получается на правой спице снят накид и непровязанная петля. И так продолжаем чередовать до конца этого ряда, провязывая лицевую. Затем снимаем непровязанную петлю. Нить остается перед работой для того, чтобы получился накид. Чтобы не делать каждый раз накид перед петлей снятой, мы просто будем снимать ее вместе с накидом сразу же. Снова лицевую петлю провязываем. Далее снимаем накид с петлей непровязанной. То есть, по идее, она у нас должна быть изнаночная, но мы ее будем снимать непровязанной. Далее снова лицевая, нить перед работой, петля непровязанная, переснятая. Лицевая, нить перед работой, петля переснятая. Вот так чередуем до конца ряда. Лицевая, нить перебрасываем перед работой и снимаем непровязанную петлю на правую спицу. Последние три петли вяжем так. Лицевая, затем снова по чередованию у нас идет непровязанная снятая петля с накидом. И кромочная я всегда буду вязать изнаночной в любом ряду. Завершили первый ряд вязания, поворачиваем на второй ряд. Первую кромочную снимаем непровязанной. Далее у нас идет накид и лицевая, то есть непровязанная петля с той стороны. У нас она с этой стороны лицевая. Мы этот накид провязываем вместе с лицевой, одной петлей лицевой. Далее у нас идет следующая петля, изнаночная. Мы берем, перекидываем рабочую нить перед работой и снимаем эту изнаночную непровязанной. Получается накид и изнаночная. Далее снова у нас получается накид и петля. Мы провязываем две эти петельки вместе одной лицевой. Снова нить перед работой и снимаем изнаночную непровязанной вместе с накидом. Снова у нас петелька с накидом. Мы провязываем две вместе петли одной лицевой. Опять далее у нас идет изнаночная нить перед работой и снимаем эту петлю, не провязанной вместе с накидом. Снова лицевая, накид мы вяжем лицевой одной вместе две петли и снимаем непровязанную петлю вместе с накидом. Чередуем то лицевая две петли вместе, то изнаночная непровязанная с накидом, переодетая на правую спицу. Вот так вот чередуем до конца ряда. То снимаем непровязанную изнаночную вместе с накидом, то вяжем лицевую две вместе петельки. И вот так вот до конца этого ряда. До конца ряда остается три петли и на одной из которых вот она петля с накидом. Мы ту петлю с накидом провязываем две вместе одной лицевой. Далее у нас идет петля изнаночная, мы снимаем непровязанную вместе с накидом. И кромочная петля изнаночная. Довязали второй ряд и разворачиваем на третий ряд. Третий ряд точно так же будем вязать, как и второй. Кромочную снимаем непровязанной. Далее у нас идет лицевая с накидом. Мы провяжем две вместе петли накид и лицевую одной лицевой петлей. Далее у нас идет изнаночная. Мы оставляем нить перед работой и снимаем изнаночную петлю непровязанной вместе с накидом. Далее у нас идет лицевая с накидом. Мы провяжем их две вместе петли, одной лицевой. А изнаночную снимем вместе с накидом не провязываем. То есть смотрите, у нас идет чередование лицевых и изнаночных петель, из которых мы всегда лицевую с накидом провязываем одной лицевой, а изнаночную никогда не провязываем и снимаем вместе с накидом на правую спицу. Просто переносим. В этом и заключается сама суть узора. Лицевую провязываем вместе с накидом и с лицевой и с изнаночной стороны, а изнаночную петлю снимаем и не провязываем вместе с накидом. И вот так чередуем лицевая и изнаночная до конца ряда. При этом, еще раз повторюсь, изнаночную петлю мы от начала вязания с нуда до конца провязывать не будем, а просто будем переодевать с левой спицы на правую вместе с накидом. Вот таким вот образом. Нить перед работой и сняли вместе с изнаночной. Далее лицевая с накидом мы так и провязываем одной петлей лицевой. Снова изнаночную снимаем с накидом, лицевую провяжем, две вместе петли одной лицевой. Вот таким вот образом чередуем до конца третьего ряда. В конце ряда у нас остается три петли, на первой из которых у нас лицевая с накидом. Мы провяжем две петли вместе одной лицевой. Далее у нас идет изнаночная, мы снимаем вместе с накидом не провязывая. Кромочная у нас изнаночная. Разворачиваем на четвертый ряд и повторяем наш узорчик. Кромочную снимаем не провязанной, далее лицевая с накидом. Мы вяжем две вместе петли одной лицевой. Далее идет у нас изнаночная, мы изнаночную не провязываем. Снимаем нить перед работой и просто переодеваем с левой спицы на правую вместе с накидом. Далее снова у нас две петли вместе одной лицевой. И изнаночную перекидываем с левой спицы на правую вместе с накидом. Снова 2 петли одной лицевой. Нить перед работой. И снимаем изнаночную петлю вместе с накидом с левой спицы на правую. И всегда-всегда мы будем так переснимать изнаночные вместе с накидом. А лицевые провязывать вместе с накидом. И вот таким вот образом мы будем вязать полностью всегда снуд от начала до конца. При этом первую кромочную всегда я буду снимать непровязанной, а последнюю кромочную будем вязать всегда изнаночной. Благодаря этому у нас будут красивые и ровные края косички. И вот так вот еще раз повторюсь, изнаночной мы не провязываем, снимаем вместе с ниточкой с накидом. Далее лицевую вяжем вместе с накидом лицевой. Снова снимаем непровязанную изнаночную вместе с накидом, а лицевую вяжем вместе с накидом лицевой. И вот таким вот образом, благодаря накидам и провязыванию накида одной петлей, у нас и получится объем узору. Вот таким вот образом я буду вязать все ряды абсолютно и с изнаночной, и с лицевой стороны. До тех пор, пока у меня не получится полотно размером в 1 метр. Можете связать где-то 98 сантиметров, тоже будет достаточно. Если же хотите более такой вот попышнее снуд, то соответственно вяжите его немножечко подлиннее. Вот это и есть ширина нашего снуда, который вы сейчас видите. То есть это более чем достаточно. Если хотите шире, то набирайте соответственно в начале при наборе немножечко больше петелек, насколько вы хотите шире ваш снудик. И теперь смотрите, вяжем вот таким вот образом в каждом ряду лицевую с накидом лицевой, изнаночную снимаем, не провязываем вместе с накидом нить перед работой. Кромочные не забываем снимать и провязывать изнаночной в каждом ряду. И встретимся с вами, когда свяжем полностью длину снуда. Для тех, кто не понял, как вяжется этот узорчик или кому плохо видно из-за блесточек, можете просто включить, как вязать резиночку английскую в предыдущих моих видео и посмотреть более подробно. Вяжем резиночкой английской, вот так вот продолжаем длину снуда в метр и тогда мы встретимся для сшивания в конце. Итак, я провязала в длину метр расстояние свое длины снудика и теперь приступаю к закрытию петелек. Закрытие петелек я буду делать в изнаночном ряду, чтобы у нас косички наборочного ряда и закрытие петелек соприкасались. Итак, закрывать я буду обычным классическим способом. Первую кромочную снимаем, далее у нас идет лицевая с накидом. Я провязываю ее вместе с накидом лицевой и предыдущую петлю кромочную одеваю на эту лицевую. Затем у нас идет изнаночная, я так и провязываю ее изнаночной и одеваю предыдущую петлю на изнаночную. Теперь снова у нас идет лицевая с накидом, я ее провязываю лицевой и предыдущую петлю одеваю на эту лицевую. Затем у нас идет изнаночная, я так ее и вяжу изнаночной и одеваю предыдущую петлю на эту изнаночную. Вот таким вот образом я буду делать закрытие, то есть как ложатся петельки, так и провязываю, чередуя лицевую и изнаночную и предыдущую одеваю на последующую. При этом, как и предыдущие ряды, я буду лицевую с накидом провязывать лицевой, а изнаночную я не буду делать накид, а просто провяжу ее изнаночной и предыдущую петлю одеваю на провязанную. Мне сейчас не очень удобно, поэтому самостоятельно закрываем все петельки, я думаю вы уже поняли, для тех, кто не знает, как закрытие сделать петелек, можете включить отдельное видео по закрытию, ссылочку оставлю под этим видео, смотрите в описании. И вот таким вот образом у нас получается красивая косичка для закрытия петелек, вот при закрытии, и мы затем будем сшивать две стороны. Закончили делать закрытие, и у нас осталась одна последняя открытая петелька. Немножечко ее подтяните и снимите со спицы. Теперь смотрите, берем нашу основную рабочую ниточку, и вот у нас расстояние снуда нашего ширина, нам нужно оставить ниточку в три сложения, то есть вот ширина нашего снуда, и оставляем три сложения ниточки ширины. Теперь можем отрезать вот эту вот рабочую ниточку. Теперь разверните полотно таким образом, чтобы у вас закрытый ряд был вот так вот повернутый к вам, и складываем напополам, то есть берем нижнюю и верхнюю стороны, вот таким вот образом, чтобы у вас была нижняя наборочная сторона и окончание. Теперь будем сшивать. Нам нужно сложить вот так вот вместе два полотна, и вот таким же образом и шить. Для того, чтобы совпадали петельки, нам нужно поочередно вводить то в одну сторону, то во вторую, причем, если вы обратите внимание и правильно закрыли петельки, то у вас должны внутренние вот эти лицевые косички соприкасаться с одной стороны и с другой стороны, то есть друг с дружкой. Вот так вот. И мы сейчас вот таким вот образом, чтобы они соприкасались, и будем делать закрытие. Находим крайнюю петельку вот здесь вот в косичке, и выводим сквозь крайнюю петельку вот эту последнюю рабочую петлю. Отлаживаем спицы в сторону, они нам пока не нужны. И вот она, наша первая петля готова. Затем вводим крючок в следующую вот здесь вот петельку косички с одной стороны и петельку с другой стороны. Вот они, наши косички, где мы закрывали петельки, и где наборочная косичка, где набирали вначале. Вот сквозь две эти косички продеваем рабочую ниточку у нас на крючке, две петельки, и продеваем сквозь первую петельку на крючке вторую. Теперь снова находим с одной стороны наборочной вот здесь вот стороны косичку, и с другой стороны петельку косичку. Снова захватываем рабочую ниточку на крючке две петли, и сквозь первую продеваем вторую. То есть как бы делаем соединительные столбики за обе стеночки. Косички с одной стороны и с другой стороны. То есть сквозную вводим крючок и вытаскиваем рабочую ниточку петельками. И как бы получается у нас такая вот косичка с боковой стороны легенькая, и ей мы и будем сшивать две стороны. Получится очень аккуратненько и красивенько. То есть для тех, кто знает, что такое соединительные столбики, вам будет проще. Вы просто в каждую, в каждую петельку с одной стороны косички и с другой стороны вводите крючок и делаете соединительный столбик. Для тех, кто не знает, просто смотрите, вводите. Вот она ваша косичка наборочная с одной стороны, и косичка с другой стороны закрытия петель. Вот поочередно в каждую с одной стороны и смотрите с другой стороны напротив. Вводите крючок, захватываете рабочую ниточку. у вас на крючке две петли, первая у вас, которая была на крючке, вторая, которую вы только что сделали. Вот ту, которую сделали, продеваете сквозь ту, которая была. И еще раз повторяете, сквозь две стеночки продеваете крючок, захватываете рабочую ниточку и эту же рабочую ниточку продеваете сквозь первую петлю на крючке. Вот таким вот образом я буду сшивать полностью две стороны нашего снуда и тем самым у меня получится очень красивый аккуратный краешек вот здесь вот сшивание и получается с боковой стороны вот такая красивая косичка. При этом с лицевой стороны посмотрите получается очень красивый шовчик и соприкосновение лицевой косички вот она лицевая косичка лицевой косички лицевая косичка. То есть смотрите вот идет просто такой вот аккуратный шовчик как с изнаночной стороны он аккуратный и красивый так и с лицевой стороны просто идет трубчик при носке его будет не видно если вы будете каждый раз одевать снуд назад этим швом а затем закручивать восьмеркой на шее то его абсолютно не будет видно он у вас постоянно будет с внутренней стороны вот его будет не видно и он такой вот получится аккуратненький. И поэтому вот такими соединительными столбиками выводя петельку сквозь предыдущую петельку сшиваем до самого самого конца и у нас должны петельки соприкасаться заметьте как с одной стороны наборочного края так и с другой стороны окончания закрытия петелек у нас должно быть количество петелек одинаковое так как мы в начале вязания набирали 36 петелек так и в конце мы когда закрывали точно так же было 36 петелек. Поэтому смотрим с одной стороны с другой стороны напротив с одной стороны с другой стороны вводим крючок если вы сошьете все верно и правильно то у вас получится очень красивый шовчик. Также хочу ваше обратить внимание на то что при закрытии вот этих вот соединительных петелек или соединительных столбиков не затягивайте сильно вот эту вот петельку одну из второй когда вытаскиваете. То есть они у вас должны быть свободны для того чтобы у вас вязание так и осталось хорошим эластичным. Если же вы будете сильно затягивать то у вас получится при выворачивании на лицевую сторону именно вот этот краешек где сшивали получится уже чем само полотно которое вы вязали. Поэтому не слишком затягивайте у вас должно вот это закрытие быть свободным то есть петля из петли должна выходить свободно не затянутой. Вот мы дошивали до конца до самого и если у вас здесь немножечко вот такой вот есть зазорчик как бы не дошитый такой то советую вам взять крайние петельки боковых сторон с одной и с другой стороны и дошивать вот эту крайнюю петельку. Теперь делаем две воздушные петли и вытаскиваем ниточку. Все у меня как раз остался вот такой вот небольшой кончик немножечко не дают паеточки мне вытянуть ниточку но вытаскиваем вот эту нитку я могу ее сейчас отрезать и все и нам осталось лишь только спрятать вот этот краешек то есть закрепив вот такими двумя воздушными петельками нам можно вот этот краешек просто спрятать вот эту косичку которую мы закрывали. Если же у вас есть где-то какие-то присоединения ниточек обязательно их спрячьте краешки и с этого края точно так же прячем наборочную крайнюю ниточку то есть которая была у нас при наборе и вот посмотрите что у нас получается у нас получается очень аккуратный рубчик с лицевой стороны он также получается очень аккуратный то есть можете вывернуть на лицевую сторону ваш снудик вот получается вот такая аккуратненькая полосочка. Если же вы не сильно стягивали вот эту косичку при сшивании то у вас тоже получается так вот не слишком скажем так такое вот не стянутое вязание. Вот эти ниточки вы спрячете с изнаночной стороны и все наш снудик готов. Лишь только остается его надеть на шею и носить. По желанию хотите можете снуд намочить либо просто так вот опрыскать водичкой и в разложенном виде высушить. Это для скажем так для тех кто вяжет разными петельками размерчики вот по ходу вязания и возможно вам нужно привести снуд в более такой вот красивый вид. Хотите можете еще раз повторюсь побрызгать немножечко немножечко при намочить и в разложенном виде высушить. Можете повесить и он немножечко так вот вытянется и все приводите его в порядочек и кому понравилось конечно же лайкайте. Спасибо что остаетесь на моем канале всем хорошего настроения пока пока.